Учения в 38-й бригаде проводятся довольно часто. В неспокойное нынешнее время это просто необходимо. И состоят они из нескольких этапов. На начальном в приоритете слаженность действий всех подразделений, военнослужащие, военная техника прибывают к определенному месту дислокации, где собственно и проходит проверка всех средств и сил, а также получение боевых задач. Тематика учений оборонительная. Как всегда батальон ведет в основном контрдиверсионные действия в назначенном районе ответственности. В ходе учений планируется отработать такие элементы, как форсирование водной преграды, ведение поисковых и засадных действий в районе ответственности батальона, охрана особо важных объектов. Учения военнослужащих 38-й бригады не только для тех, кто давно несет службу, но и для новобранцев, которые лишь пару недель назад вступили на армейскую тропу. И это хороший шанс зарекомендовать себя и пройти курс молодого бойца. Морально-психологическое состояние у личного состава на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что данные военнослужащие служат в батальоне не так долго, всего лишь несколько недель, они успели влиться в коллектив, понять, что к чему и работают. Все очень интересно и все очень захватывающе. Каждый раз проводятся какие-то новые маневры, какие-то новые движения каждый раз делаются. Все более и более интереснее все происходит. Постоянно есть в этом какая-то такая изюминка, если так можно сказать. Все уже были готовы, немножко обучены. Не занимаемся этим не первый раз. Повторяем. Моя задача, главное, рулить. Помогать расчету, выставлять вооружение, охрану, оборону. В бой. Именно с такой фразы приступили военнослужащие 38-й бригады к первому элементу – десантированию. Но не только с парашютами, но и по канату. Но оказывается, что не только небо подвластно крылатой гвардии, а еще земля, реки и озера. Именно эти стихии и находились на пути военной техники. Но бринским десантникам все по плечу. Ведь даже с задачей такого уровня, как вход в заданный район, не только с воздухом. Они справились, хозяи были в своей сложности. Сложность задачи заключается в том, что река Муховец на сегодняшний день поднялась в уровне. И течение реки стало сильнее. То есть машина не сможет замереть на одном месте. И при возникновении каких-либо трудностей у водителя с заходом на берег, может получиться так, что машину начнется носить течение. Все остальное, как бы, это планово. Мы не впервые это делаем. Поэтому больше трудностей в этом не наблюдается. Бригадные тактические учения 38-й десантно-штурмовой бригады имеют глобальное значение для страны. Они показывают, что наши военнослужащие готовы выйти на защиту рубежей нашей Родины. В любой момент, чтобы отразить возможное нападение противника. Что, собственно, крылатая гвардия успешно доказывает на учениях.